Правозащитники заявляют о необходимости скорейшего введения в Украине административной процедуры выдачи документов, касающихся гражданского состояния жителей оккупированных территорий. Об этом они заявили на пресс-конференции в Киеве. Они напомнили, что на данный момент уже принят в первом чтении законопроект номер 3171, который упрощает процедуру выдачи украинских свидетельств о рождении и смерти крымчанам и жителям зоны АТО. Он предусматривает, что выдача документов будет производиться через суды. Правозащитники же считают, что судебная практика в этом случае должна применяться только в самых сложных и неоднозначных случаях. А большая часть актов гражданского состояния должны выдаваться при помощи простой административной процедуры. В пример приводится опыт Грузии и Молдовы. При этом власти Грузии и Молдовы, так же как и украинские, не признают документы, выданные на оккупированных территориях. Поэтому в Украине не должно быть проблемой принятия к сведению чиновниками документов, выданных оккупационными властями, как доказательства фактов рождения и смерти, уверены правозащитники. В таком случае речь не идет о признании украинскими органами власти оккупации Крыма и регионов Донбасса. В Министерстве юстиции Украины об этом иностранном опыте знают и изучают возможности введения такого административного порядка для выдачи актов гражданского состояния в Украине. Но пока ничего конкретного не обещают. Административный порядок был бы намного простым, но мы должны помнить о двух вещах. Стосовно сведения о народе, мы должны помнить о безопасности торговли людьми и такого прихованного усыновления. Стосовно сведения о смерти, это еще более проблемнейшее вопрос, потому что люди, которые воювали или поддержали эти незаконные республики, могут попробовать легализовать себя, отримать новое жизнь, то есть, отримавши такую доведку про смерть этой особи, потом выдать новые документы ДНР, ЛНР, или российские документы, я не знаю, или другие документы. На данный момент для решения проблемы предлагается законопроект номер 3171. Срок принятия замечаний и предложений к нему перед вторым чтением в парламенте уже подходит к концу. В Министерстве юстиции Украины полагают, что законопроект может быть принят в целом уже на следующей неделе. В ведомстве отмечают, что с учетом высказанных замечаний придется увеличить срок рассмотрения судами дел по установлению фактов, касающихся гражданского состояния жителей оккупированных территорий. Изначально предполагалось отвезти для этого 24 часа, но после многочисленных обсуждений стало очевидно, что украинские суды не смогут соблюсти эту норму, поэтому в Минюсте рассматривают вопрос увеличения срока рассмотрения таких дел от 48 часов до 4-5 дней. Фактически же судебные тяжбы по таким фактам в украинских реалиях длятся несколько месяцев.